Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, ну, надеюсь, в привычном для себя режиме, совершенно осознанно говорю о том, что вы должны прекрасно понимать, что здесь происходит с 8 до 10 вечера по будням. Сюда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем, они нам песни свои поют, ну и нам и вам, естественно, создавая настроение ночи. Ну, потому что мы заканчиваем в 10, а дальше уже у человека ночь. Какие проблемы он решает ночью, это уже его личное дело, но для того, чтобы ему было хорошо, нужно создать это настроение. Вот сегодня группа, которая вам его создаст, я уверен, не только на ближайшую ночь, но и на будущую неделю, целиком и полностью. Есть у нас добрая традиция, коллектив я представляю и поименно, в том числе, сразу после того, как ребята отыгрывают первое свое произведение, но это в некотором смысле музыкальная заявка для тех, кто не очень понимает, что за музыка сегодня будет звучать. Согласны? Куда им деться-то? Конечно, согласны. А как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Это Москва Это столица, парень, это Тихонов, Аня, Андрей Аршавин Это город вечной суеты И горящих глаз здесь мочит панк-рок В главных церквях Кеды, тусовки, доски и кроссовки В моей голове Одни лишь тусовки Одни на проспектах Как в окнах домов Ты не станешь здесь Никогда одинок Никогда одинок Никогда одинок Едем с тобой, держась за руки мы Москва вся горит, мы в нее влюблены Желтая ветка В граффити и парке Первый скейтборд Спасибо, Таганке Двор на Китае Люка в кармане А я лишь с тобой И Москва понимает, что связала она Нас с тобой навсегда Этот город один Этот город Москва Этот город научил меня жить Этот город научил меня любить Этот город заменил мне отца Этот город Это город Москва Этот город Москва Ну, начали тихонько В общем, правильно Да, на самом деле Сразу, наверное, всего угара В эфир нести не нужно Прочитаю сообщение С которым нарушил В чате на планете Там, где картинка Сейчас объясню, как эту картинку смотреть Удивительное сообщение Мне кажется, что человек, который Это писал Он действительно имеет Грандиозное терпение Сейчас поймете, почему Сегодня коллектив, который раньше В скобычках начала нулевых Наша неформальная туса Слушала с удовольствием Я доволен Выждал 15 лет человек ждал Чтобы послушать команду Для себя заново Плашфиш здесь сегодня Плашфиш коллектив Который, надеюсь, порадует вас Так же, как порадовал нас Когда мы обнаружили их музыку И удивительный человек Из кошелька достать медиатор Это я в первый раз такое вижу Ну, отдельная тема Сейчас поговорим об этом тоже Если говорить только к этому микрофону Там тебя слышно не будет Так что можешь не пытаться Ну, тебе придется выйти, конечно Александр Лукин, он уже Челси Вокал Привет Ну, к микрофону лучше, ближе Привет, привет, ребята У тебя же обертонак России Да, я стараюсь петь Сегодня Сегодня для вас Так что Привет всем Слушайте нас И все будет очень весело Петя Мэдди Бондаренко Бас и вокал Ну, выйди, пожалуйста, с микрофона Вот, смотри, для тебя Вот близко Вот он Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Петя Мэдди Бондаренко Это я Играю на басу Немножко пою Ращу усы Но это увидят только Зрители нашей интернет-телетрансляции У нас же есть интернет-трансляции Есть, конечно У нас есть интернет-трансляции То есть бороду ты уже вырастил Теперь растишь усы Ну, да Потом что-нибудь еще придумаю Что отрасти Так, стань на место, Павел Стань на место То еще тебе отрастить Это, конечно, твой выбор И твое право Есть, говорят, приборы Которые помогают Ну, не пробовал Значит, Иван Рябов Гитара Выйди к микрофону Хотя бы раз ты за эфир Поздоровайся Привет, привет Вот, спасибо тебе большое Молодец Тромбон Алексей Угаров Иди, Леш, поздоровайся Здрасте Здрасте Так сказать Здрасте Знакомы мы с этим человеком И вы тоже Я полагаю Помнить должны Это замечательное лицо Да, бывал Бывал уже Мне тут, кстати, нравится Спасибо тебе большое Хорошо, что сказал об этом В самом начале эфира Сразу расположился Труба Их, риратников Это вы Добрый вечер Тоже вы должны Помнить Молодого человека Здрасте Так они кочуют Из группы в группу Но это Сиди, сиди Сиди Ты сиди Ты сиди Левее Посмотри, пожалуйста Потяни к себе, пожалуйста Смотри, как Сейчас загорится И будешь говорить Подожди секундочку Какой нетерпеливый Иван Лазарев Барабан Здрасте Я Иван Я сижу Ты сидишь Вот единственный человек У которого, кроме ведущего И собственный микрофон В этой студии Это барабанщик коллектив Поэтому тебе вообще Никуда ходить не нужно У тебя своя кухня У тебя там Казаночки У тебя там сковородочки У тебя там Сварганчиком Вот, вот, вот Нет, для этого Лиза есть У нас отдельно А ты вообще здесь не нужен Ну, в общем, это и есть Те самые ребята Которые сегодня Весело с нами Приведут свое время Потратив свое личное время На нас с вами А это значит Что они пришли сюда С открытым сердцем Плашфиш Если не знали этот коллектив раньше Хоть странно Группе-то 15 лет уже То знакомьтесь, пожалуйста С их творчеством Как называлась первая песня? Первая песня Называлась «Этот город» Мы решили ее сыграть первым Потому что мы любим Москву И считаем, что Ну, этот город действительно Считается лидером Там среди музыкальной индустрии И вообще всякой неформальной Поэтому мы 15 лет играем И 15 лет у нас В каждом альбоме Есть песня о Москве Круто Поэтому мы решили Что мы не будем Отходить от традиций И будем в Москве Играть песню о Москве Это правильно А в Питере? А в Питере У нас нет песни про Питер Но чуть позже Ей будет сюрприз Новогодний сюрприз Поэтому те люди Которые любят нас Которые действительно Там Следят за творчеством Они Будут не разочарованы Будет бы Появить ко мне спиной, пожалуйста На одну секундочку Убрал А я просто тусил здесь Пока у них чек был Я не сразу понял Зачем у него наклейка на спине С какими-то цифрами Буквами Что это было у тебя там? Это моя собака Короче, взяла И почему-то ее туда наклеила Она постоянно носит майки За одной комнатой в другую Получила Надел майку Не заметила Да К сожалению А пацаны стоят Играют на чеке Я так прошел мимо Удивился Надпись А пацаны улыбнулись Мол, так надо Думаю Но действительно Может быть так надо Мало ли какие у них традиции В коллективе Я же не очень понимаю пока Давайте браться дальше Петь будем Потому что нужно Как-то закрепить уже успех Народ пишет И то, что пишет Я почитаю, конечно Чуть позже А потом сообщу Куда писать Если вы этого пока не знаете Что дальше будет? Ну, мы Следующая композиция На английском языке Вообще мы очень любим Нью-Йорк Писни о Нью-Йорке Я так говорю Да нет Нет Вообще мы бы хотели, конечно Мы видели небольшую акцию Что там можно было слетать Ну, песня на английском языке Называется Sea Smiling Мы призываем всех Всегда улыбаться Несмотря на все то Что с вами происходит Там, выгнали вас с работы Там, жена там вас прессует Или еще что-то Главное улыбаться И победа придет к тебе всегда А если выгнали с работы И жена прессует одновременно? Все равно улыбайся Иди просто улыбайся И все будет отлично Ну, в общем, дурачка играй Ну, хорошо, в общем Наверное, действительно В этой жизни позитив всегда радует Больше, чем негативное настроение Окей Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Плашфиш Погнали Музыка 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 Радио ВКонтакте Там все просто Вы уже видите Давным-давно Выложенный анонс Фотографии Ну и в теле Или в тексте Анонса Группа Плашфиш Выделена Синим Это значит Активная ссылка Кликай на которую Мы в момент Оказываемся У них в сообществе Соответственно Приобщаетесь К их музыке К их Турам Релизам Альбом Ну то есть Знаете О них все Это очень важно Для тех Кто любит музыку Чаты Один из них Работает на сайте Своего радио Своего радио Точка FM Там просто подписано Чат По-моему Не перепутаешь Очень просто И легко Там же есть плеер Такой длинненький Сверху Слева онлайн аудио Это чтобы слушать эфир Маша ушла отсюда Онлайн видео Справа Это я Мухе сказал У нас почему-то Мухи проснулись Чехов Маса Чехов им имена дал Гоша утонул сегодня Гоша утонул сегодня В чайе Гоша утонул А Маша пока еще осталась Живая Я вот не знаю Прихлопнуть сразу Или подождать пока немножко Так вот Да Плеер онлайн аудио слева Онлайн видео справа Это синенький Такой синенький кружочек Кликаете на него И оказывается картинки Которую нам предоставляет Планета.ру Там же есть чат Кажется все По коннекту я рассказал Вот в этом чате Кстати обнаружил Сообщение любопытное Ну как есть читаю Я думаю что вы парни С чувством юмора Поэтому наверняка Должны на это как среагировать Лекс пишет Вокалистов фингал над бровью Или это тату Тату Я скажу что тату много И я очень люблю читать тату И одно из них Меня дико порадовало Покусанный пчелами Мэр Москвы Илья Михайлович На левой руке Почему покусанный пчелами Потому что слегка растолстевший Ну покажи на любую Из камер Не знаю видно будет Не видно будет Куда-нибудь там Подхватим Я уж не знаю Любовь это твоя К этому человеку Или может быть Какая-то определенная Была в этом Логика Не знаю Ну там много всего И тату Кстати Ну ни одно тату Не может не быть просто так Правда Что-то обозначающее Знаки Над бровью Что там у тебя Извини написано Да Ну над бровью Телефон и код Города Москвы Самый первый 0,95 Действительно Да Вот Те кто помнит Те кто может быть слушает Там которые Те люди которые набирали Еще 0,95 После восьмерки Те должны оценить Мне кажется Ну я оценил Да Я оценил Только я восьмерку искал долго Да Да 0,95 то есть А восьмерка где Ну восьмерке как бы Просто 0,95 Это первый город Московский Почему бы и нет Ну все Эту тему Быстенько подняли Быстенько опустили Хватит Я просто к тем Кто будет спрашивать Это ту что-либо еще Много здесь таких вот Приветствий Скажем так Вот одно из них Артем Чурсинов Пишет Привет свое Привет Плашфиш Не получается у меня Сегодня вас в прямом эфире Услышать Ну да ладно Послушаю в записи Привет вам от Астана Рок-клуба Мы вас любим Ждем снова в гости Это одна из самых Любимых стран Где мы были Петя надеюсь Твоя бейсболка дошла до тебя В целости и сохранности Давайте Зажгите там Как следует Ну иди Раз уж пошел Да Привет Астана Спасибо Бейсболка дошла Так получилось Что мы в сентябре У нас был тур по России Месячный И мы И Казахстану Мы заехали в Астану Отыграли концерт Все было чудесно И была Великолепнейшая Автопатия Во время которого Я бейсболку кому-то Ну отдал И забыл Вот И человек Приехал из Астаны В Москву Мне ее специально отдал Месяц назад Быть с ним Я ему уже показал Нашу столицу Вот Ему все понравилось В общем Ребята из Астаны Рок-клуба Спасибо Что Нашли время И разрешили этот вопрос Смотри как Бейсболка была тебе Особо дорога Да-да Я не буду врать На подарок такой Ну не хотел Себе просто так Оставлять Шикарно Слушай Ну это редкий случай Это и уважение С одной стороны И еще и порядочность С другой стороны Тех людей Которые это сделали Братцы Ну вам 15 лет Как я понимаю Да Или вы с перерывами Работаете Ну то есть Группа образовалась Как я понимаю В 2000 году Потом возможно Были какие-то перерывы В работе Или работали все 15 лет Ну Да нет На самом деле Просто когда Когда тебе там 15 лет И не понимаешь Пока что вообще Надо делать Как ты первый раз Услышал там Какие-то японские группы Там американские Вот И понимаешь Что ну ты хочешь Так играть Но ты пока не можешь Поэтому мы как-то Старались там Что-то делать И пытались Что-то копировать Что-то свое Придумывать Поэтому Были естественно Перерывы Вот Первый был Сплит В 2002 году Потом в 2004 Полноценный альбом Как моя доска Сколько альбомов Там вообще у вас Четыре полноценных Альбома Один сплит Ну сплит Ты имеешь в виду EP как нынче называется Ну да Можно так сказать С одной из групп Может быть Да Наверное так Ну слово EP Как EB Давайте даже скажем Что у нас два EP Потому что у нас Одна полупластинка Вышла в Германии То есть Как бы с немецкой группой Наши товарищи хорошие Называется Закоконат Бац Из Ахина Ну это В западной Германии Там далековато Даже одну песню Сейчас я похвалюсь Играет на немецком радио Вот так вот Шикарно Да-да Ну у нас вышел EP EP с ребятами Вот И наверное Давайте тогда будет Пусть шесть Ну вообще в Германии Дико любят Скопанк в принципе Дистемпром Он катается по Германии Постоянно Для них нормально Родина практически уже И их там как родненьких встречают Между прочим Немцы хорошую музыку понимают Любят хорошие колбаски И пиво у них замечательное И музыку хорошую слушают Вот бы нам эти вкусы Как-то привились Я имею в виду нам в России Потому что у нас Как не включишь какую-нибудь радиостанцию То То Да То сразу переключаешь То жидко То густо Ты понимаешь И думаешь Господи прости Так когда же это все Ну мы стараемся это изменить Полянку так музыкальную Слегка теребим Дай бог у нас тут получится Знаешь Оттеребление иногда Происходят какие-то реакции Леша Бахвалов написал Вот что Группа удивительно прекрасна Слышу и прямой эфир С милой девушкой Подпеваем вместе Спасибо за ваше творчество Творите еще О Отлично Это вам задача В канун Нового года Это самое главное Чтобы ты был с любимым человеком И скоро у нас будет сюрприз Опять же Всех готовлю к этому Здесь будет сюрприз А? Здесь сюрприз Да здесь будет сюрприз Сегодня прям на сюрпризы день Я так смотрю задался Для всех влюбленных Удивительная история Я думал все сюрпризы у меня Сегодня за день кончились Нет Оказывается еще кое-что у нас запасено Окей Дождемся Послушаем Чего дальше? Чего петь будем? Ну мы бы хотели исполнить песню Под названием серфинг Она посвящается всем тем людям Которые любят экстремальный спорт Неважно там скейтбординг Серфинг и тому подобное Те кто ассоциирует панк-рок с этим И это отлично Когда ты едешь там Катаешься на чем-то Мы просто все тут Поддерживаем эту идею И Да На электричках кто-то катается Кто-то на скейте Кто-то на серфинг Ну это близко очень Да Не важно В общем серфинг И о том что панк-рок Неотделим от экстремального спорта И это должно быть вместе Поехали Как всегда живой звук в программе Живые плачки Ветер лицо Сквозь две доска Глаза жмутся от солнца Как всегда Волна 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 Еще без луна Я воронь кондица Словно в небеса Сердце колотит В голове фартак Встань глаза Мой мозг и фарня Ветер лицо шарфее Девое тело Катай Ведь этого долго хотела Гоу! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу Волны всегда Телки говорили мне Да Видеть только Песочные пляжи Серф по моей рукой Я не иду домой Я там, где всегда океан Я с тобой Я там, где всегда океан 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 Студия аплодирует, студия радуется, аудитория тоже кричит «Ура!» Вот тут, например, сообщение есть от Алексея Кортнева, надо же. Привет пацанам от Лёлика из Ростова, люблю, пишет он. Привет, Лёлик, мы любим тебя, Ростов замечательный город. Какое нежное сообщение из Ростова. Люблю, говорит Лёлик. Нет, ну, любовь мужская, нормально. Кстати, что касается отношений в коллективе, тут тоже был вопрос. Я понимаю, что коллектив у вас такой достаточно сплоченный, ну, как мне кажется. По крайней мере, напуганных глаз я не вижу, люди все уже давным-давно привыкшие, ну, за исключением барабанщика, да, он слегка припугнут немножко. Так, чего с ним такое, расскажите мне. По-моему, другой барабанщик у вас был, да, раньше? Рассказывай. Еще два часа назад у нас был другой барабанщик. Рассказывайте, рассказывайте, давайте. Да, ну, в общем, раз уж такая ситуация... Ой, водички, пожалуй. Давай, давай, давай. Это наш боец, дублирующий состав, который всегда в сложные моменты готов выручить, прийти на помощь. И вот сегодня такой как раз случай и произошел. Ну, что такое напуганное? Все нормально. У тебя все замечательно. Вань, да хорош, не боись. Хорош, да, хорош. Я отлично себя чувствую. Хорошо. Это очень важно. Это очень важно, когда человек чувствует себя комфортно. Но мы стараемся делать все возможное, чтобы те, кто сюда приходит, не хотели отсюда уходить, потому что здесь комфортно. Должно быть комфортно, иначе какой смысл вообще все это затевать-то было? Так, значит, и вот что теперь... Куда убежала? Секунду, вернемся. Андрей пишет. Вот что теперь? Мир сошел с ума. Андрей сошел с ума. Андрей не любит скопанка. Андрей любит фолк. Но почему-то сидит Андрей с диким удовольствием, слушает все это, а еще трясет башкой, как китайский болванчик, и радуется всему происходящему. Ошалели все. Уйду я от вас. А то я так скоро и фолк разлюблю. Это вам признанется. Люди хорошие. Хорошие люди играют. Почему вы и нет? Ты сейчас сказал, как будто кошку гладил. Моя хорошая. Люди хорошие. Хорошие люди слушают, хорошие люди играют, хорошую музыку. Это, в общем, на самом деле... А что такое музыка для вас тогда? Давайте так. Для кого-то это просто, ну, скажем, в свое время от Ащнуров... Ну, давайте эту историю вы знаете наверняка, да? Начали они играть в команде Ленинград совершенно случайно. Ну, просто для друзей. Было это много лет назад, когда Товарищ Шнуров работал еще на... Радио Модерн в Питерском. Тогда она была... Рекламой и коммерцией занимался человек, понимаешь? Вот. И играли на... Ну, как? На вечеринках, на свадьбах, на дружеских посиделках. Просто так. А в итоге до сих пор играют просто так, но за это бабло получают. Понимаешь? Вот. У вас-то что это? Музыка это что? Это часть жизни? Или это действительно когда-то случилось, что теперь жалко бросать, как чемодан без ручки просто? Это образ. Скорее, вся жизнь. Я думаю, это образ жизни такой. То есть, ну, мы... Не знаю. Я, наверное, сейчас за всех скажу. Давай. Мы все давно играем вместе, и кто-то где-то до этого играл. Мы уже не мыслим по-другому себя в будущем. То есть, мы хотим продолжать этим заниматься всю жизнь. Я уже прав? Мало ли вдруг кто-то... Это тост практически. Да-да-да. Это тост практически. Так-так. Да, мартини. Мартини. Очень приятно, что на своем радио наливают мартини гостя. Да, из кулера. У нас кулер такой волшебный. Все подошли на Алексея Мартини, да. Ну, то есть, музыка стала или и была изначально? Или, может быть, это какое-то поначалу... В процессе стала, я мне кажется. В процессе стала. Да. Окей. Потому что профессии у вас у всех есть определенные. Ну, кроме духовиков, они все музыканты прожженные. Потому что либо человек... Вот я уже привык к тому, что играющий на струнных инструментах, ну, я имею в виду на смычковых, это обязательно имеет образование. И всякие медные ребята имеют образование. То есть, они музыканты по природе своей. А вот обычно вокалисты, гитаристы... Семен, разговор же заходил уже с Гариком до этого. Убери от микрофона и все. С коллективом. Это же неправда. Это неправда. Это исключение. Это тот случай, когда это исключение. Так они нашли еще одного такого человека. Еще одно исключение. Ну, смотри, сколько исключений. Ладно, хорошо. Видишь, это неправда. Все, согласен. Все, согласен. Все, все, все. Леша, ты не политкорректный. Утопил ты меня. Но обычно, все равно, чаще всего так и бывает. А вокалисты, гитаристы, особенно басисты, это люди, которые вообще не имеют образования музыкального, либо имеют совершенно другое образование. Например, клавишник. И он стал басистом вдруг неожиданно. Вот ты кто по образованию? У меня есть средне-специальное музыкальное образование. Образование я исключение исправил. Ну, вообще, кстати, я как саксофонист закончил. На бас перешел в процессе. Вот, пожалуйста. Вот я же говорю. У тебя какое образование? У меня никакого образования нет. А я что? А что я сказал? Стандартный. Что я сказал? Стандартный панк. Так, ну, Ваня. А я студент. А, у него вообще никакого образования. Студент, говорит. Я студент, да. А музыкальное какое-нибудь образование? Музыкальный. Музыкальный студент. Музыкальный студент? Музыкальный студент. учишься на каком где учишься прежде все ну в колледже в джазовом джазовый колледж класс какой курс на каком инструменте учите на гитаре а ну то есть попросили все ну мало ли всяко же бывает слушайте но это еще одно исключение опять же еще одно исключение получается потому что чаще всего как раз а барабанщиками этом не получаю не музыкально а какой рекламная молодец единственный правильный человек коллекции потом подойду по подойду поговорим с тобой у нас есть проблемы с этим вопрос так или иначе вы крутые действительно вы занимаетесь чудным совершенно делом и музыка потрясающая очень вкусная это очень ценное и самое важное чтобы то что вы делаете нравилось а это нравится я полагаю не одному десятку и сотни человек сколько на концерт собираете в разных городах по-разному но как бы много в москве очень много лететь аншлаги я знаю что с аншлагами концерты проходят на москва как бы хороший город москве можно жить ближайший концерт когда ребята 25 декабря текс рок-хаусе мы приглашаем наших друзей из варшавы потому что мы постоянно играем в варшаве с ними очень замечательный коллектив всем советую плюс 2 ска диктатор эти ребята но они не совсем панк-рок играют они миксуют реги и ска то есть что-то берут от ямайки что-то от британских островов и все это виски с травой да ну как хотите как кому как нравится реги такая музыка и можно по-разному интерпретировать окей окей соответственно приезжает замечательная группа мы играем плюс наш отличный товарищ александр пистолетов дед мороз то есть и его подруга то есть будет все замечательно весело и вход дешевый 300 рублей всего поэтому все еще раз 25 числом 25 декабря рок-хаус скопанк елка москолько скопанка мы начинаем поздно в этот раз 23 00 но я думаю те кто любит тусоваться там провести замечательное время это не остановит мне кажется сейчас хорошая фраза прозвучал да в пятницу последнюю пятницу этого года да и все перед понятно что мысль была другая относится действительно да поработать или потусить мне интересно сегодня за пультом режиссер сергей горьев давайте скажем спасибо сережу за звук который вы слышите если ты что-то хочешь сказать если ты предлагаешь сказать что раз уж мы московский проанонсировали то наверняка кто-то слушает из санкт-петербурга а послезавтра мы играем в петербурге на главной панк-рок елки страны вместе с группами дистемпера кожаный олень йордж я не помню в общем да и мы там тоже будем на получается лучший из лучших в одной обойме крутяк ну в общем вы теперь понимаете что эти ребята непростые если вы до сих пор не слушали их музыки то вы многое упустили что дальше какая песня следующая песня наверное может быть кто-то ее слышал ранее это кавер-версия на песню танцуй пока молодой хорошо ну то танцуй как пока молодой мы слышали конечно ранее в этом плане как всегда живой звук в программе живые здесь сегодня плаш виши погнали я буду тоже на тебя похожи я кружусь я кружился вот пока Мальчик, танцуй пока молодой Мальчик, танцуй пока молодой Мы тоже были очень заводными И гуляли, жили без забот Что изменилось, как-то так случилось Танцуй пока молодой Танцуй пока молодой Мальчик, танцуй пока молодой Танцуй пока молодой Мальчик, танцуй пока молодой Юрий Радников Давай отложим все, что нас тревожит Стряхнем обиды, стариной тряхнем Давай отложим школу и сабот Танцуй пока молодой Танцуй пока молодой Мальчик, танцуй пока молодой Танцуй пока молодой Мальчик, танцуй пока молодой Ой, 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 ой Сейчас Газманов пьет третий литр воды, потому что и кает своему сильно, судя по всему. Здесь сегодня чудный коллектив «Плашфиш». 4647 – это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои про Бельчика, а дальше все, что хотели бы выразить. Мало ли, это могут быть и вопросы, и эмоции, и впечатления. Делитесь, пожалуйста. Всегда интересно, что вы думаете. А, кстати, привет из Латвии вам кто-то передает. Сейчас не помню, кто Эмиль Колесников. Может, кто-то тоже из знакомых. Нет? Ну, просто поклонник. Очень хорошо. Я думаю, вот что нужно сейчас сделать. Пока будет следующая песня. Вы, я сейчас обращаюсь к тем, кто ВКонтакте находится. Может быть, опять же в чате на планете. Напишите городочек, из которого слушаете эфир. Пацанам потом интересно будет, наверное, глянуть, какая география была сегодня у эфира. Сегодня очень широкая у вас география. И я всякий раз радуюсь, когда люди из разных совершенно регионов, не только страны, а и всего шарика, знакомятся с той или иной группой. Всегда это приятно. Да, Эмиль, наверное, был в нашем концерте в Риге, в котором мы просто первый раз в 2010, наверное, году, да? В 2011 году мы поехали в Европу, и первый концерт у нас был как раз в Риге. Мы очень волновались. Чего? Ну, не знаю, переживали, как европейская публика воспринимет отечественный панк-рок, отечественская панк. Если Эмилю нравится, соответственно, если она придает привет, то... Конечно, звучит эта европейская публика. Мне, как человеку из СССР, как-то даже неловко становится. Прибалтка всегда была частью СССР. Но понятно, что там всегда было круче, чем в любом другом регионе Советского Союза. Просто я жил с матерью еще, когда матушка работала там в театре в городе Калининграде, тот, который Кёнигсберг, да? Мы за едой катались на пароме в Прибалтику, потому что в Калининграде в магазине «Океан» Калининград – прибрежный город. Магазин «Океан» на всю жизнь запомнил я название этой рыбы – рыба «Вомер». Никогда в жизни я не знал, что это такое. Вот там длинный-длинный прилавок для рыбы, и лежит только рыба «Вомер». Ну и консервы всякие, бычки в томате, всякая такая вот ерундовина. Чтобы что-то как-то есть, нужно было где-то покупать еду. И мы катались в «Энспилс», да, на пароме из Калининграда туда. Главное было, приехав, зайдя в магазин, хотя бы улыбаясь, сказать «Ла Вадена». Дальше тебе отвечали «Ла Вадена» – это в чистом русском языке. Будет ли это колбаски? У меня тут меняется лицо. Вам какой? Становилось понятно, что эти люди из России вроде как не местные, а поэтому они объедают практически местное население. Да, Прибалтика всегда была Европой, но тем паче сейчас как-то обидно слушать, как люди и как граждане Европы. А мы что, не Европа, что ли? Ну-ка давай сейчас объясняйся. Мы что, не Европа, что ли? Да я так, в рамках нынешнего. Мы больше Кази, ребята, я считаю. Александр Кирьянов пишет вот что. Сегодняшний эфир для меня уникален тем, что впервые на нем присутствует команда, выступление которой я видел воочию в начале 2000-х на фестивале неформальной молодежи. Ну, вот так получилось, что из всех выступающих в программе «Живые команд» до наших казахстанских степей добирались только, собственно говоря, Плашиш, неоднократно. Не забывают они соседи, а потому что они молодцы. Вот и ребята из Астанинского рок-клуба не дадут соврать. И вот смотрю я сейчас на парней, вспоминаю их тогдашнее выступление, как они носились и прыгали по сцене. Мне тогда показалось, что вокалистам просто выстрелили на сцену. Им просто вот тобой выстрелили на сцену. Смотри и думай, а как же им, наверное, сейчас тесно-то в пусть и уютной, гостеприимной, но маленькой, вот это ошибка, маленькой студии. Скажи мне, что студия такая маленькая? Студия огромная. На самом деле ты просто не видишь, что у тебя там происходит. Нет, в картинке она, правда, кажется, меньше. Я уже знал людей, которые говорят, я смотрел картинку, казалось, такая мелкая студия. Приходишь сюда, тут, ну что, два шага сюда, два шага как минимум обратно есть. Уже хорошо, уже места много. Она не такая маленькая, как кажется. Я сейчас сообщаю тем, кто смотрит картинку. Ну вот, чтобы вас порадовать, люди даже не стали дожидаться следующей песни, стали писать откуда. Вот, например, Лондон, Александр Гриб, Бруклин, Нью-Йорк, USA, Алекс Буш. Это вот те города, которые сейчас на линии, на связи. Воронеж, Краснодар. Сейчас обидятся парни. Мы хотим бы Бруклин, на самом деле. Сейчас парни обидятся. Да, значит, Тюмень здесь, Череповец здесь, Курганская область, Щучья. Ну, Питер, Москва, Ульяновск, Братск, Иркутская область. Какую там сейчас часовую позицию? Да, если до Братска мы не доехали. Чего так? Что так? Была очень такая неприятная история. Я помню, мы... Братск посупил своими не по Братску. Ну, и было очень забавно, на самом деле, очень интересно, я думаю, для людей, которые живут там в Сибири. Вообще для всех была такая нестандартная история. Мы играли в Красноярске, соответственно, мы постоянно путешествовали на своем мини-вене. То есть везде ездим на машине, там, с необходимым бэклайном, если нужно. Подождите, Курганская, если это будет Владивосток, тоже на своем? Да, все равно поедем на авто. Ты смотри, какие упрямые. Мы любим путешествовать, смотреть на степи. Окей, окей. Все то, что происходит. Соответственно, мы ехали... Я помню, мы играли в Красноярске, у нас был перерыв, там, пару дней. И мы должны были играть в Братск. Я посмотрел карту тогда еще, почему-то у нас не было навигатора, или, может быть, вообще его не было еще. Это было очень давно. И нашел дорогу, по которой мне показывало, что там от Красноярска до Братска 400 километров. И с полной уверенностью, что от Красноярска до Братска 400 километров, мы начали там тусоваться на автопати, там, с друзьями из Красноярска и тому подобное. И потом, в один момент, когда мы подъехали вот к этому загадочному повороту, так называемому, на Брянск, мы его не заметили, то есть его просто как бы не было, да? И несколько раз проехав туда-обратно, мы увидели один сельский дом, мы подошли к хозяину и сказали, слушай, а где вообще дорога на Брянск как бы? На Братск. На Братск, извиняюсь. На что нам мужчина сказал, слушайте, ну, это вот зимой бывает, тут болота замерзают. Вот, короче, деревья сваливаются, да и все. Вот можно проехать. Можно проехать, а так никакой дороги не существует, вам надо там объезжать чуть ли не через там, не знаю что, но в итоге оказалось около 700 километров. А время было уже два дня, концерт у нас начинался в 6, соответственно, мы никак не успевали, мы позвонили организаторам, и они сказали, ну, к сожалению, не получается. Поэтому мы, самая дальняя точка, в которой мы были в России, это Красноярск. В общем, вы прокутили Братск, я так понимаю. Я думал, будет история с другим закончена, потому что у нас много очень на карте, скажем, в России, достаточное количество очень похожих названий. Я думал, ты посмотрел Братск, а оказалось, село Братское, но я почему-то шел к этому, с мы, нет, оказывается, они просто... Я просто мечтал сыграть на Байкале, если честно, правда. Я очень рвался и в Иркутск, и в Братск, но, к сожалению, не получилось. Ну, еще у вас все впереди, какие наши годы-то, еще успеете, я думаю. А сейчас, тем паче, народ начнет требовать у своих организаторов там в клубах, чтобы вас обязательно позвали, и вы обязательно туда прокатитесь. Я катаюсь 400 километров от Красноярска до Братска. Сейчас можно проехать по Багучанской трассе, так что ждем Алену Рукасовичу. Пожалуйста, вот вам люди из тех регионов знают точно, как проехать. Даже можно и не ждать, пока деревья повалятся. Все, отлично, значит, едем. Чего дальше поем? Что это будет? Ну вот, как раз я пытался подвести всех к этому сюрпризу. Песня называется «Этот Новый год». Посвящается, на самом деле, всем тем людям, у которых были или будут отношения, или сейчас есть между городами. То есть, допустим, мальчик живет в одном городе, девочка в другом или неважно. И они любят друг друга. То есть девочка в Красноярске, мальчик в Братске. В принципе, на 400 километров, не так страшно, как сегодня выяснилось, не так давно. Между Москвой и Питером, на самом деле, песни. И мы любим эти два города, мы любим туда ездить. Практически каждый месяц мы играем в Питере. И замечательно, что люди из Питера поддерживают нас так же, как в городе Москва. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Плашвиш. Поехали. Питера поддерживают нас так же, как в городе Москва. И в последний день декабря. Все верли сердца. Разведены мосты на небе. Прочень как всегда. Я в заснеженной Москве. Гуляю под руку с другой. Ты стоишь под звездным небом на Салтовой Вверх со мной, вверх столицы во сердце Самый главный день, буду точно вместе Ты в это поверь, вверх столицы во сердце Посправим его Навсегда! Мы стали на прошлый год и то, что было с тобой Гуляли вместе по Питерской луной Восковский скоростной сапсан И сядь меня сквозь километры Этот Новый год В китку разве Этот Новый год Соединяет сердца Этот Новый год Поверь, мечты у нас всегда Этот Новый год Километры расстояния Исполняет желания Ребята, пользуйтесь случаем всех С Новым годом, с наступающим Будьте счастливы, несмотря Ни на что Аплодисменты Будьте счастливы, несмотря на то, что это у нас всегда Вот это круто. А почему бис я не услышал? Почему никто не кричал бис? Почему только бра? Почитаем кое-что, потому что есть любопытные сообщения. Вот, например, Роман Макеевский. Он вопрос с подвохом задает. Ребята, музыка легенькая, тут все понятно. Я не слышу никаких возмущений, поэтому. Все, нормально, проехали. Вопрос с подвохом, пишет он дальше. К примеру, какая-нибудь крутая мировая метал-команда, ну, к примеру, Металлика, собирается совершить тур по России и вам, странно, почему вам, предлагают выступить на разогреве. Но с условием, что играете вы тяжелую музыку, возможно, кавера этой группы и без духовых. Как вы отреагируете? Они у нас на разогреве играют. Но и с духовыми вдобавок. Да, в конце концов. Почему? Может, наконец, Металлика духовую секцию возьмет, там, слабую долю начнет играть, и тогда мы сыграем вместе. А то играет, там, непонятно, что. Нет, но если всерьез, были какие-то у вас опыты уже разогрева кого-нибудь? На самом деле, мы, как бы, вот, любим совершенно разную музыку. То есть, я с удовольствием ходил на Iron Maiden недавно в Олимпийский, то есть, и на кучу всяких металл, хардкор, там, и тому подобные группы. И я пытаюсь не зацикливаться на одном панк-роке с катом и регги, и слушать все подряд. Вот, главное, чтобы было качественно. Это правильно подходят. Если человек, ну, делает все с душой, если качественно записывает альбомы, качественно звучит. Ты свой, ты абсолютно свой, это как раз политика радиостанции свой радио. Вот, то, все, как бы, это круто, это респект ему. Вот, поэтому я ничего плохого в этом не вижу, как бы, да, Металлика, Металлик, ну, отлично. Ну, если вам предложат поиграть тяжеленькие рифы, может быть, ковера на них и без духовых, вы откроете. Да, да, мы согласимся. Мы согласимся, тяжелые рифы, но мы все равно отстаим духовые. Все равно. Ну, кстати, вы уже сегодня тяжелечок так показывали. У вас это в арсенальчике-то есть, на самом деле. Вы не просто так струны гладите. Даже студент ваш хорошо гитарку держит. Молодца, молодца. Круто, круто. Владислав Масликов вот что написал. Всего доброго, всем доброго вечера. Шикарная сегодня музыка. Добавляет новогоднее настроение, ощущение праздника. Танцуем уже вовсю. Одна из любимых ска-групп впервые услышала песню «Я надену бейсболку и штаны», а потом «Моя доска» и понеслось. Что-то как-то удивление такое в глазах появилось. Не, нормально все? Это просто старая очень композиция. В каждых городах просят просто, куда мы не приехали, даже, я не знаю, где просили. По-моему, даже в Испании, когда мы играли в Барселоне, нас просили, пришли русские на концерт и просили сыграть эту песню. Но, к сожалению, мы уже, ребята, не играем эти песни давно. Для нас это такая шуточка внутри группы, что, а, сейчас приедем в какую-нибудь там Караганду, ну, просто не в обиду в городе Караганда, для примера, и будут просить «Моя доска» и «Одежда», и вот, ну, как раз-то про бейсболку и штаны. И мы такие, а-а-а. А почему не поете уже? А мы написали много других хороших песен. Нет, это понятно. Это понятно. Я, кстати, отношусь к этому с огромным уважением, потому что, когда группа 30 лет, там, скажем, 40 лет существует, 30 лет поет одни и те же песни, нового, ничего. Есть одна группа в ротации своего радио, не буду называть, что за коллектив, потому что у нас, помимо, 350 команд сейчас в ротации, да, помимо 320 молодых или не сильно известных, пока еще, но теперь-то уже за счет того, что мы крутим их постоянно для аудитории своего радио, это просто звезды все же. Вот есть там три десятка тех самых групп, которые называют типа «Русский рок», ну, все такое, да? Ну, вы понимаете, о чем я. Да. Мы же все понимаем. Мы же в России живем. Да. Так вот, есть одна группа, которая сильно удивилась, что в ротации вот именно эти песни с тем вокалистом, который у них был давно, и поэтому, сильно расстроившись, предложили мне, давайте мы их заменим, на другие с новым вокалистом. А на мой вопрос, слушайте, а новые песни у вас есть? Было долгое молчание. Я считаю, что если вы перестали петь старые песни по идеологическим соображениям, типа уже хватит, они уже поднадоели, это честь вам и хвала, потому что вы растете, вы не стоите на месте, даже если эти песни были хорошими, даже если они цепляли людей, и правильно делаете. Вот на мой взгляд, это лучший, единственный правильный путь для развития. Чего возвращаться к старому, правильно? Да, надо всегда идти вперед и делать все. Все, свои в доску. Эти люди свои в доску. Давайте дальше петь. Хочется еще чего-нибудь. Что это будет? Ну, отлично. Следующая песня очень веселая, на самом деле. Ох ты! А это были грустные пока. Да, это такие. Понял, да. Ну, по плаш-вишкале это были серединочка. Но сейчас будет действительно веселая песня о том, как русские туристы ездят в Турцию отдыхать. Ну, то есть вы можете представить. Ездили. Ездили. Ну, мы не любим, мы не любим этой темы касаться. Мы не касаемся политики, ехать, как бы, ну, как сказать, не ездят туда. Хорошо. Да. Так что, чего такое? Оксан, привет! Она любит просто вот эту песню. Да, я думал, ты про Турцию вспомнил. Да, мы с ней там отдыхали, просто в Турции. Она сейчас, я думаю, смотрит. И Бучу, привет, и тебе. Хорошо. Как всегда, живой звук в программе живые здесь сегодня плаш-вишк. Погнали! Прощай, дождливая Москва, еду снова на юга. Буду пить и отдыхать, и аптекцию обидать. Я за это заплатил, целый год ведь я копил. Мама рада за меня и со мной, мои друзья. Турки смотрят на нас, постоянно пьем бивас, постоянно сын бассейн, там плывется, там пусейн. Безлимитный бар для нас, дискотека просто класс, здесь играют все хиты. Играет музыка. Критет. Е-эй, 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 е-эй. Раз, топорай, ра-ра-раз, топорай. Е-э-э-эй, е-эй, е-эй. Водку наливай, водку наливай. Давай. Е-эй, е-эй, е-эй. Мы на солнышке лежим и наверно обгорим И приедем мы домой, я за гором, я крутой Буду я опять скучать, целый год теперь мне ждать Выходные бабло, Турция все включено Турция все включено Где мое бабло? Помнится, ну это уже расхожая история, скажем, ставшая давно, наверное, уже мемом Когда уж ну раз спросили, а что же, песня, песня А в конце вот такой жесткий мат у вас так пели нормальный Тут вдруг ради этого всего и песня была написана Я к тому, что Вячеслав Масликов обратил внимание только на одну фразу Заметь, да, ты понимаешь, как он Я вот здесь вижу, рифма гениальная просто Вот это рифма Понятно Убойная рифма Ну каждый слышит то, что может и то, что хочет услышать А мне так песня действительно веселая и очень отвечающая на вопрос Как, собственно, чувствуют себя люди из Раши или там из России, да Отдыхая в Турции Когда я сказал, что туда не есть, я же не имел в виду политику, боже упаси Просто сейчас несколько тревожно Поэтому как-то у нас есть, как сказать, как называется импортозамещение, да Надо куда-то в другое место кататься А я вообще, в принципе, в этом смысле человек уникальный Я вообще не знаю, где надо отдыхать, потому что не успеваю просто Поэтому тем, кто... Ты был в Турции? Ты был в Турции, да? В Турции замечательно Расскажи, правда, хорошо там действительно Ну, турки, понятное дело, по-русски говорят уже получше нашего бывает иной раз Ну, неоднозначное какое-то впечатление А чем там лучше, чем в Сочи, скажи? Ну, не знаю, там просто все включено Вот, наверное, в этом и все отлично То есть свет, газ, вода, все включено Мне и в Сочи нравится Я вот за то, что ездить вообще в Крым, честно говоря Даже не в Сочи, а вот в Крым У меня там... Мы недавно, кстати, там и были Тоже вот ездили с гастролями Ну, как недавно? Уже давно Летом, летом, да Для меня недавно я просто сейчас работящим человеком стал Сейчас что-то как-то не до гастролей Понятно Вот, и в прошлый раз тоже к вам не пришел Тоже именно по этой причине Мы переживали Я переживал, вы-то не знали Мы тут в эфире переживали Вот, но на самом деле я вообще никак не огорчен тем, что В Турцию теперь как-то будем меньше кататься По-моему, и даже хорошо Будем кататься в Крым Ну, ты как человек знающий, понимающий Клянусь тебе, я не могу сравнивать Потому что, ну, Крым я помню еще по советским временам А Сочи совсем относительно недавно Знаешь, как в том фильме Снэч В Лондон больше не ногой Дорого, больно уж И вот того самого... Нет, ну, может быть, если отдыхать, как мне сказали, в санаторий Где все включено Тогда ладно, дикарем жутко Но мы-то дикарем, мы там и в палатках спали Мы же музыканты Не, а если выйдешь в город где-нибудь по... На самом деле я просто не катался туда именно в качестве туриста Ну, самому там Упил путевочку и так далее Такого не было Не знаю, может быть, это реально дороже Кто знает? Кто-нибудь в курсе вообще? Не знаю, просто на самом деле, если честно Как бы, если сравнивать Крым, Турцию, Краснодарский рай и тому подобное Просто в Турции действительно, ну, комфорт Сервисы, люди знают, что им надо А в Крыму пока еще не поняли, что им надо И в Краснодарском крае... Тоже не поняли? Тоже не поняли, если честно, по мне То есть там на все 100% тебя понимают То есть ты там царь и бог И что бы ты ни сказал, все выполняется там моментально Ну, так, вы же, на Кубани живут казаки Ты что, что ты ему приказывал? Сейчас нагайку достану, я тебе расскажу Все, приехал, живи Поэтому мне кажется, что вот так вот Такое это мнение А я на самом деле огромный фанат Краснодарского края Дай тебе Бог здоровья Спасибо И вам не хворачивай Юля из Краснодара просто А, Юля очень приятная Юля из Краснодара Что-то мне это напоминает Ну, это такая шестеречка внутри Так, 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 так Ну, окей, вот мы с вами как-то порешали еще немножко этих вопросов тоже Значит, именно мне в песне понравилось все Просто именно эта строчка вызвала улыбку А так, большое спасибо вообще группе У них много чего достойного Это пишет Владислав, который на рифм обратил внимание Спасибо Пристальное 4647, короткий номер для ваших смс Сначала свои, пробельчика А дальше все, что хотели бы адресовать коллективу Опять-таки, это могут быть вопросы, эмоции, впечатления Делитесь Петь Мэдди и Иван Рябов Расскажите про музыкальную школу, которую хотите открыть Но Но Это мы, естественно, будем обсуждать тоже Если такая история есть, она жива Но чуть позже Потому что уже этот час быстренько и неожиданно подошел к концу Нам надо с вами прерваться Опять же, сообщаю тем, кто, может быть, слушает нас в первый раз Будет небольшая, относительно небольшая пауза После чего мы вернемся в студию и продолжим с этим замечательным коллективом Еще целый час у нас будет впереди А пока можете отдаленно представить себе Что такое совместный концерт Плашфиш и группы Дистемпер Почему? Ну, вы поймете об этом в паузе Ну что, давайте продолжим Напомню, здесь Плашфиш Коллектив, который играет очень задорно С капанковую музыку С веселыми, иногда даже Чрезмерно радостными текстами Пауза была долгой Поэтому стоило бы, наверное, начать сразу с песней Что это будет? Следующая песня панк-рок-шоу У нас на нее клип Поэтому, ребята, те, кто не любит слушать музыку Смотрите А клипов много вообще? Вообще два Но вот сейчас будет третий К Новому году Поэтому кому интересно смотреть видео на Ютьюбе Еще в разных соцсетях смотрите Будет очень весело В сообществе-то у вас они могут это обновить Да, кстати, вступайте в Плашфиш Обязательно Вступайте в сообщество Погнали Как всегда, живой звук в программе живые Поехали Эй, звук вкач Давай сделай еще крокче Я хочу покрока Я хочу тусовки Я хочу, чтобы прыгал полный зал Я хочу, чтобы каждый здесь белый танцевал Это фан-крок-шоу Здесь все как один Семья Хочешь Прыгай со сцены Прыгай со сцены Хочешь На нее Ты гляди Здесь На танцполе Все твои Друзья Твои души Как алтур для нас Ага Пошла Семья Ага 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 Неплохо Так истеричненько получилось Ничего, нормально Как будто бы напомнить о себе Чтобы не забывали Вернемся к музыкальной школе Господа хорошие Вопрос был задан Вы думаете что я забыл что ли Нет уж Давай рассказывай Что за музыкальная школа Что за идея такая Ага Музыкальная школа В общем Если вы не слышали Сегодня об этом говорил Президент на конференции В следующем году закрывают Консерваторию Гнесинку И мы с Иваном Рябом Выиграли тендер на то Что мы будем теперь руководить Всей музыкой России Ну это повезло кому-то Сильно повезло А я на самом деле О музыкальной школе узнал в перерыве Короче шутка это была Я так понимаю Ну в каждой шутке Есть доля шутки То есть да Я не знаю Это да На самом деле это был юмор Вот Но если будет спрос Мы готовы Вы готовы Я думаю что спрос должен быть Сейчас мы можем Записывайтесь прямо сейчас Прямо сейчас Онлайн Напомните пожалуйста цифры чата Ты уже не на конференции Расслабься 4647 Это короткий номер для смс Ваших сначала свои Парабельчика Дальше все ваше сообщение Ну нет тут за конец школы и боксим Слушай Тут вопрос На самом деле я не знаю эту программу Просто я знаю ее наличие И о том что она существует Много лет уже Бороздит простором телеканалов Но кто-то вот написал Я поэтому не могу об этом не спросить Говорят Что человек по имени Челси Когда ты принимал участие в программе Дом 2 Да Я был на Дом 2 Целых три дня Расскажи пожалуйста Как тебе это занесло С чего вдруг И с какой радости Ну просто любопытно На самом деле у меня просто живет подруга На соседней улице Она была там Одна из директором по кадрам Можно так сказать Телеканала И мы с ней хорошо общались И она мне как-то позвонила Ночью Почему-то и сказала Саша срочно Нужно Аж расшевелить проект Нужен какой-то такой человек Я говорю ну хорошо Ладно что нужно Как бы Она сказала что нужно вот Просто прийти Можно ссать в бассейн Да Я понял Кстати там был бассейн В котором никто не плавал Кроме меня Ну то есть тебя это не колбаснуло Ты сказал Ну так Маша уйди На самом деле я не знал куда я иду Если честно изначально Как это? Она просто сказала надо вот так вот Я говорю хорошо сколько платят Она говорит то-то то-то Я говорю ладно все Буду Потому что я тогда был безработный Как и всегда в принципе Поэтому Если у кого какие-то предложения есть Ребята И готов выслушать Ну ну Расскажи об этом опыте просто интересно Вот Попал туда Приехал на кастинг Соответственно я не знал на тот момент Ничего кроме Ксении Собчак Как бы на доме 2 А когда мне задали вопрос А ее там уже сейчас нету да? Это давно было? Это было наверное Может быть лет 10 назад наверное Может быть 9 Сколько же там у проекта времени Да господи Офигеть Сейчас Собчак Собчак другими делами сейчас занимается Я это знаю точно Потому как Уверен что ее там уже нет Наверное Я не слежу просто Поэтому Единственный мой опыт Это было 3 дня Вот я смотрел проект Так ну и дальше что Что ты там делал? Соответственно я пришел Мне задали вопрос в лицо Кому ты пришел? А на тот момент я и не подготовлен был Никак И соответственно не смотрел этот проект И не представлял вообще Какого должен быть ответ И что вообще от меня хотят На тот момент я просто тупо сказал в лицо Человеку Который меня спрашивал Собчак Потому что я больше ничего не знал И тут же сразу же там сенсация Там давайте там вас главному Александр там Какой-то фамилии не помню Он там сразу Опа да все Чувак там все пошло Говорю А я еще песни пишу Он такой вау Типа ты напиши песню О том что Типа ты влюблен в Собчак Пришел там и все И мы заиграли эту песню На ТНТ там Ну то есть все было нормально А потом типа Меня не отпустили на репетицию Я сказал Ну мне вообще не важно Для меня главное это репетиция Всегда И везде И поэтому Меня типа выгнали Сказали Я пришел пиариться Или там пропиарил свою джаз-банду Как они так называют Джаз-банда? Джаз-банда Да Оказывается плаши что джаз-банда Вон оно как Да Ну то есть в общем в принципе Удовольствие не получил Я покупался в бассейне Бесплатно совершенно Так раз Сходил в сауну Бесплатно Да Молодец И сходил преподаватель по вокалу Вот и все Тебе еще денег заплатили за это дело Да и мне заплатили еще денег за это Поэтому А еще ребята приехали И съели все из холодильника Как бы там Из двух холодильников Которые там были Ну они Нормально по-моему провели время Мне было весело Главное чтобы человеку было весело Ну в общем расшевелил ты проект Я не знаю Ну как бы все неформалы на тот момент московские смотрели Да как бы Ну прикольно Все панки примкнули Опа Кстати вот это Откуда вы его взяли? Да он у нас тут тусит Живет практически Да? Ну-ка зайди-ка сюда что ли? Сокола увидал На Йоршевского Ну это коллеги естественно Понятно Сокол забежал на какое-то время Пластинку по-моему принес Димка если есть секунда Забеги Поздоровайся с пацанами Почему нет? Мы всегда рады встречам На Эльбе что называется Рады тому что Музыканты встречаются В студии своего радио Теперь вот вопрос Ну раз вы песню там записали какую-то Вы эту песню поете вообще? Или нет уже? Она была на время записана И потом забыта Ну там такая история мутная Эта песня Она действительно существовала Давно как бы Ну естественно для телевидения Мы сделали так что типа Аля я ее придумал там за ночь Ну вы ее поете вообще? Не мы сейчас к сожалению не играем Ну просто она очень простенькая Опа Здорово 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 Ну сейчас пока да Пока тут радостные объятия Ты иди к микрофону раз пришел уже Иди давай Давай поздравь нас уже с чем-нибудь там С Новым Годом Поздравляю вас с наступающим Новым Годом Группа Плашфиш с отличным недавно вышедшим альбомом Ты забыл? Микрофон надо подходить ближе Ты что-то давно не был здесь Да уже все забыл Тем кто не в курсе Это Сокол группа Ёрш Что сегодня без костюма без галстука не с работы что ли? Все я же уволился Да ладно Да Ты теперь не банковский служащий что ли? Нет я теперь Рок звезда Давай пожаловать наш клуб То есть наконец-то Наконец-то музыка стала давать тебе достаточные средства для того чтобы существовать без всякого разного без всякой подработки Ну так гитара Гитару преподаю Ну и молодец все с побудем будь здоров Все Завтра едем вместе в Санкт-Петербург Не убегай пока И играем Ты же не убегаешь пока? Не убег Он меня уже не слышит все ладно Ну ты здесь еще? Ты не уходишь? Пока что не уходишь Хорошо Я не очень понял что он мне сейчас сказал Ухожу или не ухожу Но это уже и не важно 4647 Это короткий номер для смс ваших Вот такие неожиданные встречи Они часто случаются здесь в студии Что нас в общем сильно радует Я всегда говорю что у нас не шоу У нас кухня На эту кухню забегают периодически музыканты И это действительно большая для нас радость 4647 Это короткий номер для смс Сначала свои про Бельчика А дальше все что хотели бы сказать Опять таки это могут быть и вопросы И просто эмоции Может быть поделитесь какими-то впечатлениями с концерта Давай напомним про концерт Московский и питерский Давай-ка Да ребята Те кто вдруг окажется в Санкт-Петербурге Или живет там Или кстати целый автобус едет из Москвы Мы вас ждем всех в клубе МОД Двадцать Ай Не двадцать Девятнадцатого Да В субботу мы вас ждем в клубе МОД Замечательные коллективы будут Дистемпер, Ёрш, Лашфиш естественно Вот И Кожная Олень из Симферополя Приходите Всех будем рады видеть Со всеми затусим И купите у нас мерч наконец Да Хватит Который лежит Без дела Который лежит Собака по нему ходит А в Москве? А в Москве 25 числа Опять же приезжает группа из Варшавы Которую я всем советую послушать Потому что это действительно замечательные люди Очень позитивные Очень хорошие наши друзья И будем мы Плюс еще две банды Одни играют с Кокор Дед Президент Вторые Фолк Панк Тоже по-моему это единственная группа в Москве Которая пытается играть с Волынкой И со скрипкой И еще при этом наверное Какой-то духовой инструмент у них будет Они обещали Поэтому Тоже очень серьезные эксперименты в музыке Потому что мы любим смешивать стили всегда На своих концертах И плюс Александр Пистолетов Дед Мороз Это очень круто Дед Президент Как-то были в живых играли они у нас Да Интересные ребятки между прочим А говорят кстати Еще одна информация ко мне пришла Знаешь как Как это Кто в клювике-то принес Ну не важно Кто это принес в клювике Говорят ты еще в проекте Давай поженимся Успел побывать Это Ваня был Ты думал скроешься Расскажи об этом Зачем тебе оно надо было Опять же все решает Опять соседка по улице Да все решает соседка моя С улицы Молостова Кстати все кто живет на Саянской Ребята Всем хой Панк-рок Тебя женили в конце концов Да нет Ну нам просто понравилось Тасоваться на ОРТ Если Будут какие-то предложения Мы просто Как тебе объяснить Семен Мы просто Не любим вот это вот там Панк-рок там Вообще Мы любим играть на ОРТ Поэтому Всегда готовы Всегда ребята Мы просто выпендриваемся Если честно Фух Ну что Давайте Повыпендриваемся еще Что за песня будет Песня Вот очень серьезная песня Единственная Серьезная песня сегодня в трек-листе Я думаю Единственная вообще за всю нашу карьеру Песня о том что Сейчас очень модно там Лезть какие-то Смотреть телевизор там Говорить То есть Мыслить Всякими такими штампами И На самом деле Мы написали эту песню Потому что Мы имеем немного другое Другое мнение там От всяких там Политических течений там В частности Ситуация в Украине И тому подобное Поэтому Мы считаем что Надо думать всегда Своей головой Никого не слушать И то что ты действительно Считаешь То и надо Показывать это всегда Меньше смотреть телевизор Больше слушать свое радио Да Молодец В общем серьезные песни Молодец Молодец Вы заплатите Молодец Молодец Насчет заплатить то не уверен Но пирожок там у нас есть точно Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Плаш фиш Поехали Молодец Молодец Эта песня Могла быть о любви Эта песня Могла быть про друзей Про нескончаемые пьянки В голове В голове моей О том что санкции Политика Вся эта фигня О том что скейтборд до сих пор Несет меня О том что веришь ты в мифический протест И ничего другого в этом мире нет В этом мире нет Но эта песня не о чем И это нравится нам Эта песня не о чем Плывет по городам Эта песня отводит дурные мысли Эта песня не о чем Эта песня без смысла Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Радится нам Эта песня ни о чем Плывет по городам Эта песня отводит Дурные мысли Эта песня ни о чем Эта песня без смысла Ну, в общем, да, думать над головой понятно А почему-то она без смысла-то Смысла много По-моему, вы немножко Принижаете, скажем, достоинство собственной музыки Как мне кажется Не очень глубоко верите Не очень сильно верите в то, что это серьезно может быть А ведь может, на самом деле, может быть Давайте так Масса есть вопросов, которые действительно Раяются в голове Эти вопросы связаны и с творчеством И с человеческим каким-то отношением К всему происходящему Но, к примеру, часть жизни вашей Это, скажем, европейские какие-то гастроли Вы же катаетесь по Европе Ну, наверное, даже больше, чем по России Вот объясни мне, почему этот феномен В чем он? Почему больше по Европе, чем по России? Ну, к сожалению Как бы я не любил там свою страну И я думаю, ребята со мной согласятся У нас культура панк Там, СК музыки Не так сильно развита, как там в Европе И люди иногда не совсем понимают Что как бы надо делать И вокруг музыки очень много всего на самом деле происходит Это не просто ты вышел там Взял, поиграл там Ушел домой там И, не знаю, там Попил пиво Там, как бы Это целая культура Которой надо быть причастным И, не знаю Ну, на мой взгляд Просто это жизнь Для меня это жизнь Для парней тоже И поэтому мы Как бы очень много Уделяем этому времени И, не знаю, не знаю Ну, хорошо В Европе конкретно Где, в Германии Где чаще Лучше принимают Скажем Вы же по-русски поюте? Да У нас есть несколько песен На английском Но, ну, очень сложно На самом деле Какие-то Как сравнить На самом деле Мне больше нравится В Западной Европе играть Потому что Вот, допустим Не в Германии Нет, в Западной Да, да Германия Ну, понятно Да Немцы любят там Как бы Ну, естественно Западная Германия Ну, просто Восточная Европа Она сильно прям Отличается в плане Панк-рока От западной То есть, когда мы играем В Италии Там, допустим Мы играли в каком-то городе Недалеко от Милана Маленькая деревня Вообще Ореолита Ореолита, да И, то есть С первых аккордах Там просто люди с ума Начали сходить У нас там два раза Врубалось электричество Вот, нам приходилось Мы не знали Что надо было делать Потому что, ну Когда включалось Там опять же Просто какая-то чума Вообще происходила То есть, им нравилось Да, да Они прям вообще Совершенно все Все были На таком позитиве На таких эмоциях Даже какие-то люди Приехали с другого города И знали текста Нашей песни И пели по-русски Пытались подпевать Это было очень забавно А это, да Это самое милое Когда люди В других странах Которых русский язык Не является вообще Ни разу родным Пытаются То есть, где-то Слушали в интернете Были на предыдущих концертах И они поют Вместе с тобой Пытаются Понятия наверняка Не имеют О чем мы поем Но слоги Слага, слоги Проговаривают Ну, хорошо И еще Очень приятно Когда они приходят В футболках Которые купили Допустим, два года назад У нас уже таких нет Они тогда купили Приходят такие Тру фэны Наверное, так можно сказать Друзья Можно я Францию выделю? Да, Францию тоже Я не против Если ты меня спрашиваешь Вот, если вообще Говорить о культуре О музыкальной культуре Да Коль уж об этом Зашла речь И имея в виду музыку Скопанк К примеру Я, например Пардон за тавтологию Знаю точно Что Тот же Дистемпер Ну что, и в России Очень любят И в России принимают Замечательно И уже не один год Они Являются главными На самом деле Фронтменами И на нашествии Ну, пусть старая сцена Но, тем не менее Там огромное столпотворение людей Огромная армия поклонников И в Европе Они Успешные Достаточно любимы В чем, собственно Феномен этой музыки? Почему, как ты считаешь Ее в России Не очень понимают? Хотя есть примеры другие Да я бы не сказал Что ее Не принимают Как бы Ее принимает То количество людей Которым это интересно То есть Те люди Которым это не надо Они просто не будут Это слушать никогда И ничего нового Для себя не откроют Как бы Ты не пиарился Наверное В первую очередь Выделил отличия Даже не в людях Люди-то Они везде Одинаковые Те, кто приходят На концерты В плане своей отдачи А я бы выделил Общую инфраструктуру Музыкальную Музыкальную, да То есть Насколько Продуманные Клубы В той же Германии В той же Франции Какой Вот Open Air Мы играли Во Франции Шаттлдон Какой-то В мае И вот Ну Сравнить С нашим Каким-нибудь Огромным фестивалем Русского рока Который я не буду называть Да почему Нашествия Да, да Можно называть Нашествия У нас все можно Да Вот Ну то есть Разница очевидна Что В сцене В Каких-то Фудкортах Во всем Во всем отношении Как к музыкантам Так и к публике И вот я был Ну не был Ну Даже Я не был Нашествия Я просто люблю Говорить Просто про Фудкор Ты вот действительно Петя заметил На самом деле Вот еда Тоже немаловажна Там для людей Которые там Увлекаются панк-роком Хардкор музыкой Там это Очень много Викторианцев То есть Действительно Есть люди Там В Европе Там 70% Которые поддерживают цену Они там Ну там Веганы Там вегетарианцы И тому подобное Там стрит-эйдж Там тоже Много ответвлений Там всяких У нас в этом плане Вот когда приезжаешь На то же нашествие Там или еще какой-то другой фестиваль Там нет Как бы Ни еды там Вегетарианской Нет там Напитков Порой там Холодных Там на той же Кубани Теплая банка Пиво какое-нибудь Да То есть А там даже на самом Там просто Самым На мой взгляд От маленького фестиваля в Европе Такой как Мэти Саунс Там в Чехии То есть Там блин Еда Пиво по евро То есть Ну действительно Приходи Там покупай себе На фестивале Пиво за евро Там за 2 евро Ты там можешь Купить совершенно Там всякие разные Там любишь мясо Ешь мясо Ты не любишь мясо Иди в другое Мы уж молчим Про аппарат Как бы И все остальное Нет говорите Давайте Мы будем говорить Про аппарат И про все остальное Это важно Сейчас речь не столько О нашествии Сколько о культуре Действительно В принципе В целом Это очень важно Ну и опять же Ну не знаю Возможно это Нельзя так говорить Потому что я и сам Иногда могу Перебрать лишнего Но вот взять Общую массу людей На нашествии Которые все Им плевать на музыку В большинстве своем Ай-яй-яй Сейчас ты говоришь О том О чем я постоянно говорю В 13-м году Я вот Как программный директор Нашего радио Сам делал нашествия И когда в четверг Четверг Ребята Это еще только Все начинается Заходишь на поляну А с правой стороны Трипанка Уже облеванных лежат Просто потому что Они перед этим Хорошо набрались А с правой стороны Штабелями лежат Еще какие-то Непонятные люди Видимо рокеры Потому что они уже тоже В общем хорошо Пивком-то Сколько надо было Набраться пива Это начинается С самого начала Происходит А дальше На поляне Ты так через трупики Ну условные Переступаешь периодически Чтобы как-то добраться До места Где играют музыку Люди занимаются Чем угодно Только не музыкой Это правда К сожалению Это правда Я хотел с этим Побороться Как не знаю Тут еще есть один момент На самом деле Дело в том Что вот Раз уж мы затронули Фестиваль нашествия То я Это мой любимый фестиваль Ну да Я хочу его Конечно Я хочу его перенести Домой Мы тише Значит Ну Есть такой момент Что Вот Спросишь просто людей Вот на какую группу Вы приходите Там приезжайте На этот фестиваль Ну на этот Там на другие фестивали Они говорят Какие-то группы А никто Ни разу Мне еще не сказал Мы хотим Послушать новое что-то То есть люди Приходят на те группы Которых они давно знают Даже если там Они ничего нового Не услышат в них Просто им будет Вот Классно Я тебе больше скажу При всей моей Любви и симпатии К огромному количеству И старых групп Тоже Когда Алисаманы Так скажем Приезжают на нашествие Алиса допустим Играет Закрывает второй день Ну к примеру Да Или там Или днем Ну неважно Неважно в какой момент Они играют Вот эта вся армия Эта вся туса Собирается Поет все эти Тридцатилетние песни Радостно Собирается И уезжает С фестиваля Я всякий раз Спрашивал этих людей Ребята Зачем вы сюда приехали Вы это все слышите Каждый день Зачем вы сюда приехали Если только ради Этого момента Вы ждали год Твою мать Деньги копили Чтобы приехать Послушать И уехать Нет Я с этим тоже пытался Как-то бороться Но мне кажется Что это как раз и есть Узость Мне кажется Очень долгий процесс Узость мышления Такая серьезная Ну вот собственно Мы с этим и пытаемся Бороться здесь В общем после сегодняшнего эфира Нас никогда не возьмут На нашествие Да и слава богу Да и слава богу Я думаю что и слава богу Вы катаетесь по Европе И играете на крупных Европейских фестивалях Пусть вам завидуют Если группа играет хорошо Мне кажется Ее все равно услышат Рано или поздно Абсолютно согласен Закончить домой И тому есть подтверждение Для тебя не в одной группе На плаш фиш Давайте петь дальше Что это будет На самом деле Мы сейчас попытаемся Сыграть песню Инстаграм Но опять же Мы рассказывали про историю С нашим барабанщиком Который застрял в кольцо По репорту В начале нашей программы Поэтому ну как бы Инстаграм То есть ты все таки решил Шесть песен в этом части Нет пять Хорошо да И с вашего позволения Все нормально Да Окей Просто я не знал Что и со второй Могут быть проблемы Как всегда Живой звук В программе Живой Здесь сегодня Плаш фиш Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу быть самым модным Я Что все вокруг меня взвинили Завтра фоткать не с мобилы И обсуждать потом полпя Чтоб менять свой родной колхоз И пацаны все обстренили Какого цвета нам есть ветер И фон экрана у меня Надо срочно Сделать селфи Надо срочно Чекнуть лайки И тогда я Стану самым Самым-самым Фомбулярным Но вот и да Развяжем телефон мой И что мне делать Я теперь совсем не знаю Ветро я еду Погибаю Кто-нибудь Спасите уже меня Надо срочно Сделать селфи Надо срочно Чекнуть лайки И тогда я Стану самым Самым-самым Самым-самым Надо срочно Сделать селфи Надо срочно Чекнуть лайки И тогда я Стану самым-самым Самым-самым Популярным А вот к теме Что касается популярности Ну и всех этих атрибутов Связанных с популярностью Есть люди Ну понятное дело Что поначалу Молодой артист Неважно певец Артист Театра, кино Не имеет значения Он рвется к этой популярности Просто потому что Это является частью профессии Ну хотелось бы, чтобы тебя узнавали Естественно, ради чего ты работаешь Потом наступает момент Когда тебя узнают И вот реально Ты уже едешь в метро И понимаешь, что на тебя косятся И как-то так пальчиками тыкают Иной раз даже Как-то ей подходит разговор Разговаривать начинает Дальше Следующая стадия Когда уже у человека Стоит перед ним выбор Либо Типа я звезда Я прячусь от всех Я живу своей жизнью Не показываюсь на людях Либо я сознательно Делаю все возможное Чтобы на меня обращали внимание Хожу по самым Центральным улицам Да еще и в сценическом костюме Как это любят делать Наши поп-звезды Вот Так, чтобы ко мне Как можно больше подходило Чтобы я мог сделать Автографы и селфи Правда, потом я от этого Дико устаю И потом в камеру говорю Вы знаете Как меня уже достала Вся эта жизнь Вот невозможно выйти На улицу хлебушка купить Не могу Голодаю Голодаю Выйду в магазин И понимаю, что Ну все же узнают Это же невозможно Жизнь-катастрофа Вы человек Понимаете, да? Вот А я знаю массу примеров И, кстати, сказать Могу об этом вслух заявить Совершенно Не стесняясь этого Пусть Человек попытается Со мной поспорить Есть Очень, кстати, мной Горячо любимый Как автор И исполнитель Юрий Антонов Роскошный совершенно Композитор С потрясающим Пагажом песен Тут уж, называется Ангел пролетал В свое время Крылышком коснулся Да? Но по-человечески Страшный Как-то заходил Я просто знаю Человека, с которым Он общался по этому поводу Я знаю эту продавщицу Как выяснилось Ну просто нам об этом Рассказывал конкретный человек Который на рынке Куда он приходит Затариваться Хлебушком торгует Горяченьким Вот подходит он за хлебушком Стоит он там 30 рублей Что-то, сейчас не помню Хлебушек-то Он ей дает денежку 100 рублей, скажем Она ему дает сдачу 70 рублей Он забирает Булочку хлеба И говорит Вдруг неожиданно Вы меня что-то не узнали, что ли? Она говорит Почему же? Узнала Мне очень приятно А что вы мне скидку не делаете? Понимаешь, да? Ну в общем там Или 5 рублей скидку Он попросил Я уж даже не помню О чем была речь Так вот Она после этого Да, она после этого Говорит Ну ладно 5 рублей скидки Я вам сделаю Я хочу теперь вывести Вот на какую тему Что такое для вас Популярность Что такое слава Ради чего все это? Просто петь песни Ради того, чтобы к вам Пришли на концерт Это конечно клево Это замечательно И потусить И получить удовольствие И получить вот ту энергию Из зала Которую зал дарит Обычно радуясь Тому, что вы делаете Это одна сторона медали А вот что касаемо Главной Ну или если хочешь Конечной цели Популярность? Слава? Узнаваемость? Что? Очень сложный вопрос На самом деле Про хлебушек Я не спрашиваю Что там Но Но Сложный вопрос На самом деле Всегда над ним Над ним думаешь И действительно Не можешь понять Ну Где правда Хотелось бы Конечно Я думаю Всем Хотелось бы Стать популярным Играть в больших залах На хорошем звуке И собирать кучу людей Но В какой-то момент Ты понимаешь Что ты все-таки Находишься В какой-то локальной Там сцене И Наверное Ну наверное Никогда Такая музыка Которую мы играем Не станет там Широко популярной Подожди Не загадывай Подожди Подожди Так Поэтому как-то Надо смириться с этим И двигаться там Подожди Я понял теперь Твой ответ Почему ты считаешь Что эта музыка Не может стать Широко популярной Объяснись Ну потому что Ну у нас привыкли Шансон там Слушай На девятках Там ездят ребята Там пацаны Это победности На девятках ездят победности Скажи тому Кто ездит на девятки Дай ему миллион Скажи Купишь девятку Нет конечно Что ты Ну хорошо Ну кому угодно На чем там поездить На том тот может и ездить Но при этом Менталитет человека Не изменится Ему если будешь Ты ставить там скопанк Там каждый день Все равно Он не будет слушать У него там есть Какие-то свои там Неправильно Заморочки Нет Ну может быть Вот смотри Я люблю этот пример Приводить И пока никто Его не оспорил Вот если Собаку Посадить на цепь И месяца полтора Пока жива Не кормить вообще А потом вдруг В лоханочке Принести ей квашеной капусты Что ты думаешь Она ее не съест Я своими глазами Это видел Сожрет И завтра капусты И послезавтра капусты Какое-то время спустя Собака станет вегетарианкой Ты понимаешь Все зависит От того Как и каким образом Подавать информацию Когда в стране Есть радиостанция О которой ты уже упомянул Имею ввиду шансон Имею ввиду Эту стилистику То это скорее всего Попытка прогнуться Под Общество А не поднять Общество К себе В этом основная проблема Когда люди Занимаются Бизнесом А радио Они сделали Уже бизнесом Чисто бизнесом Ничем другим И пытаются Зарабатывать На этом Выясняя Что гораздо проще Продавать Народу А народ У нас Он как говорят На треть сиделец То что кажется Народу популярным И важным Для него В общем Они занимают тем Что зарабатывают Тупо бабки А когда появится Больше таких вот Идиотов Как мы Те кто работают На своем В данном случае Потому что для нас Бизнес вторичен Для нас все таки Важнее другая история Вот как только Эта прословичка Станет потолще Я думаю Ситуация изменится Я уверен Ситуация изменится Я не могу Не быть в этом уверенным Потому что я вижу Результаты определенные Они есть И эти результаты На наших глазах Происходили И происходят Мы их наблюдаем Ну беда в том Что скорее всего Так как это Отчаиваются многие Говорят ну что Эту страну не переделать Фигня Еще как можно переделать Надо в это верить просто Нужно заниматься своим делом Ездить по миру По Европе Уж не знаю И проповедовать там То что вы делаете И я уверен А вот у нас как Долго я говорю сейчас Но просто мысль такая Глубокая Вдруг неожиданно Меня посетила Глубокая мысль Ты понимаешь Не могу не поделиться У нас очень любят Тех кто стал Популярен на западе Это удивительная Ментальность Российского человека Как только все Понимают в России Особенно СМИ Была Аня Нетребко Кому она была нужна Эта девочка Из Краснодара Которая пела На всех ведущих Но это другое Это не Скопанг Извини Которая пела На всех ведущих сценах Мира и Европы Включая там Ласкало и так далее Когда она стала Мировой звездой О ней вдруг вспомнила Россия Вдруг Братцы У нас же есть такая Аня Это потрясающая Нетребко Ее стали звать На все радиостанции Ее стали ротировать В эфире Это же мировая звезда Вот я вам рекомендую Стать звездами в Европе Ну раз уж такая история Пошла Не останавливаться А потом вас Сами тягать начнут И кричать Что да у нас есть Чем гордиться в стране У нас группа Которую знает Вся Европа То что промухали Не признаются То что промухали Не признаются Нет Но то что Вот эти ребята У нас есть обязательно скажут Вот видимо этим путем И придется идти Чего делать то По другому никак Чего насупился так Я не пойму Я просто слушаю Глубокую мысль Рассуживаю Я закончил У Пети я смотрю Есть пару слов Да Я уже Я хотел что-то Пошутить и забыл Не надо тут шутить Тут серьезный базар идет Серьезная тема Ты чего Давайте петь дальше Что это было Давайте Вот тут Петя Мне тут намекнул Что надо спеть песню Вспомни Что он в 12 есть Да Кстати у нас есть 12 песен Так что все нормально Да уже поздно А ну ладно Я-то глубокую мысль тянул Для чего Ага Ну Ну тогда давайте сыграем Песню регги Давайте сыграем регги Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня плаш виш Поехали Это лето мы Мы с тобой вдвоем Это лето по морю Едем Это лето по морю идем Это лето в ямке до утра Это лето только ты я Это лето черное море Это лето я с тобою Это лето мы знали Это лето с тобою встречали НОССА НОССА Ай, сиро, 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 мата Ай, сетю, бегу Ай, ай, сетю, бегу Делícia, делícia Ай, сиро, сиро, мата Ай, сетю, бегу Ай, ай, сетю, бегу Ай, ай, ай Это лето мы с тобой вдвоем Это лето по морю идем Это лето в ямке до утра Это лето только ты я Этой осенью приехал я домой Этим летом не думал тобой Эту осень я хожу, хочу, грущу Свой лечу НОССА, НОССА Ай, сиро, сиро, мата Ай, сетю, бегу Ай, ай, сетю, бегу Делícia, делícia Ай, сиро, сиро, мата Ай, сетю, бегу Ай, ай, сетю, бегу Ай, 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 ай На тромбоне Для вас сегодня Алексей Угаров На трубе трубит Он же трубач, грубый дистентер Юра Радников Школа, скоро школа Ваня Рябов Кнесенка На бас-гитаре Человек, который пытался Пошутить сегодня весь день Петя Мэдди На барабанах Валька Лазарев И на вокале Вожак Александр Челси Луки Обычно тут аплодисменты Давайте споем все вместе Кто у радиоприемников сейчас Потому что у нас тоже так принято Смотрите, Казахстан по-любому выяснили Смотрит Брат, до которого мы не доехали Лондон, Бруклин Йоу Йоу Украина по-любому Беларусь Ну, естественно, Россия Латвия даже была, да? Ребята, давайте все вместе Кто знает слова Там пытается подпеть В машинах, дома, где угодно Где вы сейчас бы ни были Со следующего квадрата Вы поете вместе с нами Готовы? Раз Два Раз Два Три Четыре Носа Носа Ай, сириус Теремата Ай, сечу Пегу Ай, ай Сечу Пегу Делись Делись Ай, сириус Теремата Ай, сечу Пегу Ай, ай Сечу Пегу Ай, сечу Пегу Ай, сечу Ай, сечу Ай, сечу Почему вы эту песню решили сейчас спеть Она вроде как прощальная А еще одна песня впереди у нас с вами есть Чего это вдруг-то А то вы мне как настроение сразу подпортили Я наверное рассчитывал еще на одну песню У нас много прощальных песен Мы любим прощаться Группа, которая любит прощаться Ну что, друзья мои Я так вижу и наблюдаю просто за тем, что происходит Кто-то даже уже пишет, что я эту группочку для себя все подметил А есть люди, которые заметили вас именно сегодня Хотя мне кажется Ну сейчас маленький упрек, если хотите Группа, которая 15 лет В общем-то должна быть гораздо более известна При том уровне музыки, которую вы делаете При том адреналин и драйве Которую вы умеете, собственно говоря, дарить окружающему пространству То ли у вас как-то не очень хорошо с продвижением Надо об этом думать, правда Не прими это за бурчание какое-то Но как-то обидно, черт возьми Что люди узнают о вас многие только сейчас А группе-то уже лет сколько? Да просто Петя сейчас старается, старается И он главный в группе Петя, ну ответь Давай иди, отвечай ты тогда Сейчас я к тебе уже не как музыка Ох, мы на радио попали Через 15 лет на телевидении еще раз вадим Ну да, да Только главное зубы сохранить при этом Чтобы не шепелявить В эфире телеканала, который вас позовет Я просто хочу прочитать еще одно сообщение Которое, мне кажется, тоже важным Позавчера услышал от Вахтанга Махарадзе Пишет Сергей Малявин Который теперь работает на радиомаяк Но теперь Вахтанг Ваха теперь может себе это позволить Потому что Ваха и Паха Ребятки, которые много лет работали В эфире утреннего шоу на нашем Их оттуда теперь турнули Турнули, мягко скажем Теперь он работает на радиомаяк И теперь он может позволить себе Такие высказывания Так вот, он говорит, что Услышал от Вахтанга Махарадзе Который теперь на маяке Про одну из СКА-групп Участвующую в народном продюсере Фразу СКА-либо ты Ленинград Либо никто Вот в этом вся суть нашего радио Ну теперь-то, конечно, можно Сколько угодно Но на самом деле это чистая правда Дело даже не в том, какая суть У этой радиостанции или у другой Форматы сам по себе Это изобретение, это от дьявола, а не от бога Тот, кто придумал формат Или форматирование узкое И при этом загоняет музыку в рамки Тот человек был С недобрыми намерениями Мягко скажем Вот на своем нет формата как такового У нас нет попсы Галимой И вот того самого шансона Блатнова О котором тут упоминалось А так, на наш взгляд, любая музыка Любого жанра От дабстепа до хэви-метал Имеет право на жизнь существования Потому что главное, чтобы она была сделана качественно И на сегодняшний день Эта наша политика, она срабатывает У радиостанции на сегодняшний день 150 тысяч в неделю у аудитории Это при том, что мы работаем только год и в интернете Ребятки, спасибо большое И это во многом заслуга музыкантов Которые не опустили руки Которые перестали говорить, что в этой стране Эта музыка не будет популярной Перестали и забыли И поставили крест на этой мысли Главное верить в лучшее Я полагаю, что эта мысль не моя А я готов копирайт отдать кому угодно Но эта мысль здравая Нужно верить в лучшее Исключительно в хорошее Потому что иначе нет смысла вообще заниматься своим делом Тем делом, которым вы занимаетесь Музыка, которую вы играете Она не просто популярна Она на разрыв популярна Надо в это верить Слово, она штука материальная Ну ты же знаешь Ты же ходил в Дом-2, ты же знаешь Слово мысль материальная Сказал, оно и решилось В бассейн спел, в бассейн сходил Че, делов-то? Ну, так и все Не надо заморачиваться Просто вам нужно делать свое дело И делать его так же красиво и эффектно Как вы делали его на протяжении всех этих лет Тут еще была какая-то мысли Слишком интересная Сейчас секундочку Я только найду Кто-то писал сообщение Эх, эх, потерял Потерял Ну, бог с ним Ладно Просто искать нет времени Я хочу Ну, мы заканчивать должны будем Потому что На одну песню у нас время осталось Ты же меня сбил Спонтал и сказал Да, вот теперь мы просто не успеваем Физически Но у нас есть песня на 30 секунд Если там есть возможность ее На 30 секунд? Да А ну давай Есть название у песни на 30 секунд? Песня называется Все в порядке Вот интересно услышать песню на 30 секунд Погнали Проснулся утром Все в порядке Зубы на месте Телефон на зарядке Ну, вот такое вот бывает Как раз про зубы говорили Все, что ли? Ну Раз, два, три, четыре А вот теперь все Сволочи какие Да Ай, браво Ну, в общем, да Парни не промах С ними весело Я думаю, что на концертах должно быть абсолютно Яблоку негде упасть Давайте еще раз под конец эфира Скажем о концерте в Москве и в Питере Я считаю, это необходимо сделать Напоминай Да, послезавтра Ребята, мы Послезавтра Да, послезавтра мы играем в клубы МОД В Санкт-Петербурге Один из самых центровых клубов Не так далеко от всех достопримечательностей И поэтому, кто там, если просто на экскурсии Или просто приехал там погулять Приходите обязательно Ночью, начало в 11 И будут одни из самых топовых панк-рок-групп, на мой взгляд Вообще играть Плашфиш Да, Плашфиш, Дистемпер, Кожанолень, Йорш Ну, еще, по-моему, парочкой, но я забыл Поэтому приходите Обязательно увидимся И если вы в Москве 25 декабря То в 25 декабря, опять же, начало в 11 Клуб Рокхаус Группа из Варшавы Группа из Москвы Группа из Москвы И группа из Москвы Это разные города Да Ты назвал Разные районы просто Мы собрали С Новогиреево, Счертаново Красногвардейской Отлично Но, к сожалению, надо заканчивать Всегда у всего хорошего есть финал, к сожалению Нам придется заканчивать сегодня эфир Но Я свято верю Свято верю Иначе, если бы я не верил в это свято Мы не затевали бы эту историю под названием Свою радио Эту историю, у которой нет спонсоров Эту историю, у которой нет никаких Вливаний со стороны Эту историю, которую мы тащим И будем тащить сами До тех пор, пока есть тащилка И возможность все это тащить, в принципе Потому что мы свято верим в музыку В ее прелести В ее потрясающие возможности Верим в то, что в России Украине, Белоруссии Ну, я сейчас говорю о русскоязычных Прежде всего, коллективов Достаточное количество Их нереально много Классных музыкантов И этим музыкантам надо давать дорогу В жизни Иначе, какой смысл жить? Иначе, бессмысленно заниматься всем Что касается творчества Какая будет финальная песня Нам с вами придется, к сожалению, уже распрощаться Что за песня будет? Финальная песня называется «Мои друзья» На мой взгляд, это Самая вообще важная песня В нашем творчестве Потому что, если у тебя нет друзей На сцене И вообще, независимо от того Что бы ты ни делал Как бы должен быть всегда человек Который тебя поддерживает И эта песня об этом И самое главное Чтобы с тобой был рядом Какой-то человек Которому ты сможешь доверять И может быть не до конца жизни С ним пройти Но в данный момент Мои друзья Палаш Фиш заканчивает свою программу Завтра в программе Живые группа С утра подсолнуха Будьте здоровы Пока Это тот Кто всегда с тобой Идет в вашей жизни Жару и зной Это тот Кто плечо в плечу И весь него Равен нулю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они с тобой до конца Мои друзья Мои друзья Что есть у меня Мои друзья Мои друзья Не все ты и я Работать не хочу Я хочу учиться Играть под рок И с друзьями подриться Глобальный кризис Не в сети фурля Все это совсем Не трогает меня Хоккейная коробка На ногах шпили Мы одна команда Стощили в кулахи Ведь нет и не будет Никого ближе Вдруг с тобой Разве не слышишь Мои друзья Мои друзья Что есть у меня Мои друзья Мои друзья То есть я Ты и я Спасибо слушателям Своя радио Спасибо всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мои друзья Мои друзья Мои друзья Что есть у меня Мои друзья Мои друзья Мои друзья Вместе Ты и я Мои друзья Мои друзья Мои друзья Мои друзья Мои друзья Мои друзья Ты и я Мои друзья 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 Мои друзья